Игорь Чим Гимном Юрий Грымов Гоголь Тургенев Тургенев, Грымов кино снимал А писал в Тургенев А Гоголь с Толстым здорово над этим смеялись Да, это верно Третий вопрос и 300 возможных рублей Вот он Что в советские времена означало наличие на товаре Знака «Звезда в пятиугольнике»? Медаль ВДНХ Экспортный товар Знак качества Брак Знак качества Кстати, вот может быть и Д Одновременно Почему жевалось это в равной степени Как бы то ни было, вы правы Четвертый вопрос, 500 рублей Игорь Как называются обеззараживающие вещества? Транквилизаторы Антигистамины, извините Антиперетики Антисептики Антисептики Да Не антиперетики Хорошо, антисептики, правильно Антисептики, это которые против огня Против огня Слушайте, вы даже больше знаете, чем компьютер Итак, Игорь Боровик подходит к первой несгораемой сумме Пятый вопрос должен принести ему 1000 рублей Какой лист является в Канаде национальным символом? Березовый, дубовый, кленовый, липовый? Кленовый Кленовый? Не будем брать подсказку Знаете, что я вам хочу сказать? Дело в том, что российская торговая марка «Ладомир» Начинает розыгрыш призов среди своих покупателей Надо сказать, что «Ладомир», возможно, вы не знаете, что это такое Я вам скажу Это та самая компания, которая ставит на службу комфорту и уюту россиян Те технологии, что раньше считались сверхсекретными Давно парень И вот 2 декабря именно у нас в программе «Оссчастливчик» Будут представлены счастливые обладатели, первые обладатели этих призов Еще вчера технологии российской оборонки были секретными Сегодня они используются в самых привычных вещах «Ладомир» рассекреченной технологии Добро пожаловать в студию, где происходит игра «Оссчастливчик» Игорь Ахипович Боровик искренне полагает, что национальным символом Канады Служит кленовый лист и не ошибается в этом предположении И теперь у вас тысяча В любом случае, тысячи вы уж теперь не имеете А музыку любите какую-нибудь? Какую-нибудь Какую? Ну, я люблю классическую советскую эстраду А из современных у меня две любимые группы «Машины времени» и «Писнеры» И «Писнеры»? Потому что я отец был белорус, «Писнеров» люблю Ага Есть какие-то корни Да, и вообще по-белорусски можно сказать так, как нельзя по-русски, между прочим Есть какая-то особенная прелесть в этом языке, да, Витя? Ну, я, к сожалению, не владею Отец владел, я нет А «Машина времени» я пью за тех, кто в море, очевидно? И за тех, кто в море тоже Раз уж вся морская темать Почему вас так влечет море? Потому что берегов нет? Со школы это еще пошло Давняя история Захватило, попалось несколько интересных книг Хотелось узнать больше Пошел в вибротеку, затянуло Стал покупать в магазинах, искать Тогда это был... Тогда не было вообще информации по входу Сейчас уже много Пикуль, конечно Не хочу обижать Вентин Савича Ага Есть пару получше авторы Потому что я... Не художественные вещи, а конкретику настоящую Архивные там дела Снаряжение, вооружение Совершенно верно Больше к судостроительной части Как-то вот так У нас это называют железо Больше к кораблям История корабля, вот так будем говорить А где вы родились? В Москве Вот так Так стало быть, море вы видели Только на Анапском городском пляжу, нет? Не только А вы ходили в море сами? Мечтаю, но не пришлось еще А яхты купить вот на тот миллион, что вы играете И здесь по Клязьминскому водохранилищу походить? Немножко не то Яхты это все-таки спорт А я увлекаюсь историей боевых кораблей Остановить парус В парус поймать ветер Вот же где главное Или выстрелить так, чтобы проломить ему трубы Скорее всего выстрелить Ну давайте посмотрим Как кровожадный господин Боровик Выстрелит по своему миллиону Смотрите, довольно опасный период Нам с вами предстоит сейчас пройти С пятого по десятый Каверзный опасный путь Чуть Менее сложный, чем с десятого по пятнадцатый Но все-таки вы в десяти шагах от своего миллиона Посмотрим, что будет дальше Итак, шестой вопрос Может принести Игорю Боровику две тысячи рублей Где купил стулья конкурент Остапа Бендера Отец Федор? В Сочи Батуми Сухуми Топса В Батуми В Батуми? В Батуми Не надо вам подсказки? Нет Это окончательный ответ? Окончательный Две тысячи долларов О, господи Рублей Лучше долларов Я понимаю, но сначала скажите Окончательный ли это ответ? Окончательный ответ Это окончательный ответ Пока ваши две тысячи рублей Очень хочется надеяться, что Очень хочется надеяться, что Когда-нибудь и две тысячи долларов тоже Впрочем, не когда-нибудь, а довольно быстро Если все пойдет, как хочется надеяться Седьмой вопрос Четыре тысячи рублей Как называется Наименьшая единица информации? Байт Бит Моль Герц Так, или А, или Б Пятьдесят на пятьдесят Пятьдесят на пятьдесят Мы просим компьютер убрать два заведомо неверных варианта Не ожидали Не ожидали Можете прерывать игру Можете позвонить Можете спросить мнение зала Мнение зала Мы просим вас Взять в руки пульты И нажать ту кнопку Которая, на ваш взгляд, относится к верному варианту Прошу вас Девяносто три процента собравшихся сегодня в студии Полагают, что это Б Бит Зато есть семь процентов, которые думают, что это А, байт А все-таки принимать окончательное решение вам, Игорь Архимович Послушку из большинства Б Бит Итак, Б Б Бит 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 Так вот, у вас Было Было две тысячи А стало четыре Хорошо Восьмой вопрос Восемь шагов до миллиона И восемь тысяч На прицеле Трубка 16, прицел 120, бац-бац И мимо И в точку У вас ведь есть, по крайней мере, одна подсказка, Игорь Хорошая А ваша любимая песня из машины Синяя птица Стала пуганная птица удача Именно то, что вы сейчас пытаетесь поймать за хвост Смотрите, восьмой вопрос, который должен принести вам 8 тысяч рублей, звучит следующим образом Кто был архитектором Зимнего дворца? Расстрелли, Кваренги, Росси, Казаков Когда я знаю, говорю сразу, Расстрелли Прямо знаете? Да Расстрелли Не звонить не буду А! Правильно! Восемь тысяч ваши, Игорь Да вот, к несчастью, шли бы мы и дальше Но прогремел, к сожалению, не праздничный салют А весьма грустный звук гонга Горна Флюгель Горна Неправильно зачерпнуть Который возвещает о финале сегодняшней программы Но не финале игры для вас Поскольку следующую программу мы начнем именно с продолжения вашего маршрута к миллиону курса 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 Большое спасибо, что играли с нами сегодня И теперь до встречи через неделю Прошу вас Игорь, прошу вас А в следующей игре, кроме Игоря Боровика, участвует вот кто Михаил Захаров Сергей Гаврилов Алексей Гетманцев Ольга Рудакова Евгений Артемов Елена Анисимова Сергей Овчаренко Василий Костренко Татьяна Абрамова И Владимир Бывалькевич А также, конечно, Игорь Боровик Мы начнем с той самой точки, где нас сегодня оборвал гонг Конечно, многие из вас спрашивают себя, да и нас А как, собственно, стать участником игры «О счастливчик»? Очень просто Регулярно читайте аргументы и факты Этот еженедельник дает исчерпывающую информацию о том, как стать участником игры «О счастливчик» Затем позвольте откланяться До новых встреч в эфире Субтитры создавал DimaTorzok